Всем привет! Меня зовут Макс Даффин. Продолжаем разговаривать об антеннах самыми простыми словами. Что ж, сегодняшняя тема будет об облучателях. Это не только какая-то там тарелка, облучаемая антенной для увеличения коэффициента усиления. Да, конечно, такое имеет место быть, но это не только это. Сейчас я вам расскажу, какие бывают варианты антенн с облучателями. И затем дальше углубимся уже в различные детали работы этих антенн. Ну, первый вариант это классическая антенна, представляющая из себя кусок параболы. Так называемая прямофокусная антенна, где в фокусе этой параболы размещен облучатель. Ну, допустим, это рупорная антенна. И он облучает эту антенну. И здесь, получается, лучики вот так вот выходят уже параллельно. То есть это самая-самая простая ситуация. Какие еще могут быть ситуации? Это вот прямофокусная антенна. Они могут быть прямофокусными, а могут быть еще не прямофокусными. Яркий пример непрямофокусной антенны – это спутниковая тарелка, например. Вы ее наверняка видели. То есть вот такая конструкция, где закреплен также облучатель рупорный. На такой дуге. А дальше у нас такая тарелочка. Ну, на самом деле, немножко я криво нарисовал. Закреплен он смотрит вот так вот. Да, так бы более правильно. И он также закреплен в фокусе параболы. Просто парабола у нас, получается, вот кусок какой-то взят от параболы. И вот так вот лучики выходят. То есть такая система также фокусирует излучение. И также работает. Ну, это такие два общеизвестных вида антенн, параболических, с облучателями. Точно такие же могут облучатели, ну, аналогично этим, только обычно нерупорные. Применяются в 3G, в LTE. Ну, наверняка вы это все видели. И кто-то из наших постоянных клиентов, и не только постоянных, использует это. Ну, это не только такие конструкции. Еще бывают антенны, где используется многократное отражение сигнала. Допустим, вот такая конструкция может быть. Парабола. Здесь находится уголковый отражатель. А само излучение идет из отверстия вот здесь вот. То есть, это может быть, например, рупорная антенна также. Здесь она запитывается. И излучение два раза отражается. Идет сюда, расходится. Затем сюда и сюда. Я не буду рисовать все лучи, но смысл вот такой. Такое тоже применяется. Иногда этот рупор, он может продлеваться вот досюда. Здесь небольшой зазор. Вот такое тоже есть. Еще применяются антенны. Возможно, вы видели такие вот радиорелейные вышки. Большие, похожие на вышки сотовой связи. А вот здесь висит такая вот плоская хреновина. А внизу стоит какое-то небольшое здание. Вот. Здесь вот такое еще зеркало. Вот сюда идет излучение. Оно отражается отсюда. Здесь такая огромная-огромная эта штука. Она может там быть в диаметре, ну, где-то метр четыре, пять, шесть. Излучение идет сюда. И дальше оно идет сюда. То есть, бывают вот такие вот сложные системы. Помимо этого, еще бывает куча других различных вариантов. Ну, давайте теперь остановимся лучше на подробных уже каких-то характеристиках таких антенн. В частности, то, как и где располагать наш облучатель. И какие виды облучателей бывают. Ну, первый вариант и самый часто встречающийся вообще, это волноводный облучатель. Вот, я уже показывал такую антенну, если кто не видел наше прошлое видео. Рупор, который может облучать тарелку. Он может располагаться как в фокусе этой антенны, как я уже показывал ранее, так и вне фокуса, используя двухзеркальную систему, например, с конусным отражателем. Вот. Чем хороший, чем плох рупор? У рупора есть, у рупорной антенны одна проблема. Это так называемый фазовый центр. Я раньше не говорил об этом понятии, но это не отменяет его наличие и проблем, связанных с этим. Дело в том, что у рупорной антенны, да и у многих других антенн, которые работают, могут работать в широкой полосе частот, есть такое понятие, как фазовый центр. То есть, в идеале он должен совпадать с осью антенны. Но, к сожалению, понятие это достаточно сложное, и поэтому я вам просто скажу, что в зависимости от частоты, скажем так, направление излучения может немножечко изменяться. Мы же простыми словами говорим обо всем. Это говорит о том, что фазовый центр не всегда у нас, скажем так, находится на оси этой антенны. И, в общем-то, многим облучателям свойственна эта проблема. И вот рупорные облучатели не исключение. Я когда рассказывал о них, напомню, то говорил, что на каких-то высоких частотах там возникают моды и так далее. Вот именно, когда мы движемся вверх по частоте, вот эти самые моды и, собственно, вносят те самые проблемы, которые изменяют фазовый центр антенны и немного наклоняют луч. И если мы нарисуем вот эту вот сюда параболу, то будет понятно, если мы будем немножко наклонять луч, то в итоге наш результирующий луч будет очень сильно уходить. И, в общем-то, поэтому такая антенна становится узкополосной, потому что изменяется фазовый центр, будет изменяться наклон луча, и вы не сможете где-то вдалеке попасть в вашего корреспондента очень точно. То есть для каждой частоты, получится, нам нужно юстировать антенну. Вот как бы недостаток рупорных антенн. Ну, один из. Как это решается? Это решается применением других облучателей. Вот я здесь взял прототипчик такой, производимый нами антенной со встроенной точки доступа. И, в частности, вот такой облучатель, он представляет из себя широкополосную антенную систему. Он уже лишен вот этого недостатка. Здесь фазовый центр стабилен относительно частоты. И она всегда в своем рабочем диапазоне, это приблизительно 700, около 3000 МГц, она светит практически в одну точку. Но тоже есть недостатки, как и у всех антенн. Ну, у рупорных тоже есть такой недостаток, поэтому не все так просто. Смотрите, какой же здесь теперь недостаток у нас получается? Есть такое понятие, как коэффициент использования зеркала. То есть вот у нас есть наша антенная система. И, помните, я рассказывал о диаграммах направленности. Вот наш какой-то облучатель. Буду изображать в виде там условной коробочки какой-то. И если мы изобразим распределение диаграммы направленности здесь, чтобы не усложнять все, я изображу ее, допустим, в виде векторов. Длина вектора соответствует уровню излучения в данном направлении. То есть вот сюда, допустим, максимальное излучение. Сюда излучение уже меньше. Сюда тоже меньше. Сюда оно, допустим, вот такое. Это уровни излучения. А это отклонение от оси. То есть да, у этой антенны у нас все отлично с фазовым центром. Он не будет плясать от частоты. Но будет другая проблема. Допустим, вот это мы изобразили для частоты там 2.700. А если мы точно такое же изобразим для другой частоты, то получим уже немножечко другую картинку. Ну, я изображу чуть пониже. Это может быть вот такая картинка. Здесь вектор может быть короче. А здесь вот эти вектора чуть-чуть длиннее. Что будет происходить? Получится так, что на краях антенны, а это частота 1700, в зависимости от частоты будет разный уровень приходить сигнала. Каков оптимальный уровень сигнала вообще относительно, скажем так, центра? То есть если в центре приходит какой-то уровень Х, то какой же он должен быть здесь? Ну, соответственно, естественно, он меньше, потому что мы отклоняемся от оси. То есть минус сколько? Есть несколько подходов к конструированию антенн. В зависимости от того, что мы хотим получить. Если мы хотим получить минимальное излучение назад, минимальный уровень боковых лепестков, то есть, ну, к примеру, данная конструкция не для интернета предназначена, а для исследований космоса. И нам очень важно принимать сигнал четко из космоса, а не слышать какие-то помехи, которые окружают нашу антенну. Ну, там инопланетян, допустим, еще. Почему бы и нет? Тогда выбирают вот этот уровень минус 20 дБ относительно вот этого Х. Если же мы хотим получить, хотим максимально использовать наше зеркало, то тогда мы выберем уровень минус 10 дБ. В этом случае у нас будет все отлично. В этом случае зеркало будет использоваться оптимально. От чего еще растет коэффициент использования зеркала? Он растет с частотой. Чем выше у нас частота, тем больше усиление мы можем получить от отражателя одного и того же диаметра. То есть, к примеру, спутниковая тарелка может давать на частоте 1700, там, пусть, 20 дБ, ну, допустим, при оптимальном расположении фокусе. А уже при частоте 2700 она может давать, там, 22-23 дБ. Такое запросто. Насколько отличается у нас, как мы облучаем... А, ну да, еще важно, потому что это как бы не очевидно. Мы, соответственно, вот эти вот уровни, минус 10 или минус 20 дБ, можем очень легко получать. Мы просто двигаем вот здесь вот относительно фокуса. То есть, фокус у нас разный, получается. Мы двигаем и получаем, соответственно, либо минус 20 дБ, либо минус 10 дБ. И важный тоже момент. Разница в усилении получается у нас минус 3 дБ. То есть, либо мы пытаемся получить низкий уровень боковых лепестков, и тогда мы отдаляем облучатель. Соответственно, получаем вот здесь на краях минус 20 дБ. Либо мы получаем максимальное усиление, тогда облучатель двигаем вот сюда, ближе. Получаем здесь минус 10 дБ. И получаем максимально возможное усиление от такой конструкции. Что бы еще хотелось здесь сказать по облучателям? Да, важный момент, смотрите. Бывают еще, мы поговорим, наверное, в следующем видео, о двухполяризационных антеннах, о моемой технологии, зачем она нужна. И важный момент, что вот если мы будем облучать вот эту нашу антенну в двухполяризациях, то антенна с отражателем, с рефлектором, она не позволяет практически получить развязку между двумя поляризациями. Ну, более там, все это, конечно, тоже от частоты, зависит от разных ухищрений. Но у нее получается паразитная кросс-поляризация, она составляет порядка 35-38-40 дБ. То есть из-за различных проблем, неоднородностей, вот получается такая еще кросс-поляризация дополнительная. То есть поворачивается поляризация нашего ислучения. И еще важный момент, может быть, ну, так, чисто в познавательных целях, можно не только формировать параболическую поверхность здесь, можно с помощью такой антенны, если сделать определенные расчеты математические, сформировать какую-то хитрую диаграмму направленности. То есть мы можем вот эту поверхность сделать на ЧПУ-станке определенной формы, и тогда наша антенна, то есть мы можем, к примеру, вот так вот ее сжать параболу, ну, она же может быть не только поверхностью вращения, а может быть парабола вот тут здесь вот, и в этой плоскости парабола совершенно другая. И мы можем, соответственно, получать секторную диаграмму направленности. Если помните, я в одной из ранних лекций, ну, собственно, вот автомобильная фара, там как раз две параболы, одна в одной плоскости, а другая в другой плоскости более широкая, и за счет этого фары вот так светят у нас распределенно по горизонтали. И еще можно рассказать, в том числе, относительно, мы же говорим об облучателях, о линзовых антеннах. Это тоже есть определенный класс антенн, и он, в общем-то, частенько применяется, но, к сожалению, он редко применяется именно, скажем так, в быту, в 3G, в 4G-сетях. То есть мы, к примеру, можем взять облучатель, а вот здесь расположить диэлектрическую линзу, ну, вот, например, в такой форме. Допустим, она будет из полипропилена, и будет происходить очень интересный эффект. За счет того, что скорость электромагнитной волны у нас изменяется в диэлектрике, она замедляется, то на выходе волны будут с разными фазами. То есть здесь фаза будет запаздывать относительно вот этой точки. Ну, потому что у нас здесь, получается, путь сигнала дольше, задержка по времени, они будут интерферировать далее, и уже здесь будет выходить прямой луч такой. Можно это дело, изменяя расстояние между ними, фокусировать в том числе вот так вот в точку. Ну, то есть фактически будет работать, как обыкновенная линза. Вот эта конструкция. Такое, ну, раньше это применялось в этих самых... Были конструкции интересные. Если вы, может быть, поищите в интернете, кому интересно, это в радарах применялось, на истребителях. Там делалось несколько таких излучателей рупорных и формировалось с помощью такой... Ну, иногда это, может быть, шарообразная линза. Вот, и формировалась определенная диаграмма направности. Ну, такие вот тоже конструкции применяются. Антенна техника, штука интересная. В ней много-много всего. Ну, вот, наверное, все, что я хотел рассказать об облучателях. Всем спасибо. До встречи в следующих видео. Пока.